Здесь был ров с крокодилами. Советская власть это все снесла, отреставрировала стену и стену тоже через несколько лет снесла. Сейчас бы в баню вот здесь вот. Наконец-то у нас есть пешеходная зона, где можно ходить спокойно, не боясь попасть под лошадь. Удивительно, как за 200 лет поменялась Москва. Друзья, всем привет! Это Александр Усольцев, главный специалист по Москве. Все вы его знаете, любите, мы с ним много раз гуляли. Кстати, у Саши есть свой канал на YouTube, где он рассказывает про Москву, делает обзоры новостей. Ссылочка будет в описании, поэтому подписывайтесь, если любите Москву. Да, вы меня, кстати, часто спрашиваете, когда уже с Сашей будет какая-нибудь прогулка. Итак, у нас сегодня будет прогулка, у нас сегодня будет прогулка, у нас сегодня будет прогулка с Сашей. И как видно по фону, мы с вами в Москве, но прогулка будет не простая, а очень интересная. Поэтому прямо сейчас можно поставить лайк, если до спор этого не сделали. И вообще, ребята, приучайте себя. Видите новый видосик, заходите, ставите лайк, наливайте чаек, смотрите, получаете удовольствие, и тогда все у вас в жизни сложится. Я не знаю, но кто проверял, говорят, получается. Итак, сегодня мы будем ходить по Москве, и сравнить мы будем с тем, что было 200 и даже более лет назад. Мы будем сравнивать с картинами, с гравюрами, с старой живописью. И посмотрим, как город менялся. Это очень интересно, потому что, когда мы смотрим на какие-то старые картины, изображения Москвы, мы часто даже не идентифицируем это место. А это ж вот оно все родное, это вот все вокруг нас. Поэтому Саша поможет найти, где были написаны эти замечательные древние полотна, гравюры, рисунки. А рисунки тоже написаны были? Рисунки, да, рисунки рисуют. Рисунки рисуют, а картины пишут. В общем, мы сейчас попробуем идентифицировать места и посмотрим, как менялась Москва. Будет очень интересно, поэтому поехали, поехали смотреть и гулять. Мы стоим на Никольской, которая изменилась вообще радикально. Тут были и проломные ворота, и церковь Владимирской Божьей Матери вот здесь стояла на месте, ну, снесенной там дальше застройки. Тут постоянно пробка собиралась, потому что ворота были узкие, что в конечном итоге привело к тому, что братья Третьяковы построили Третьяковский проезд рядом, проломили через ворота. Стены не осталось, а проезд есть. То есть Третьяковский проезд, это дублер. Это дублер, да, это дополнительный выезд с Никольской, исключительно потому, что в узких воротах все время заторы были. И это еще до постройки, это еще до постройки вот этих зданий храм стоял немножко дальше Владимирской Божьей Матери. Как так получилось, что у нас в центре города огромнейший такой проспект перед политехническим. Просто здесь стояла стена, широкая китай-городская стена, и получается и с одной стороны была улица, и с другой стороны. У нас вместо двух улиц и стены один большой проспект. Вот здесь еще замечательное такое русское название было для фудкорта «обжорный ряд». То есть обжорный ряд, где продавали всякую собачью радость, как-то так говорили, то есть еду, которой там и собака будет рада. И толкучка такая была вот в одну сторону и в другую. Стена у нас была вот здесь, вот. Да, и самый прикол, что у нас где какой-то недосмотр и прочее, там начинается сразу самострой разный. И у нас к стене уже к началу 20-го века было пристроено просто максимальное количество лавок, каких-то непонятных магазинчиков. И как советская власть это все снесла, отреставрировала стену, и стену тоже через несколько лет снесла. Была движуха, малый бизнес процветал. И где это теперь? А это у нас вот в эту сторону будет. Да, но здесь все, что касается Лубянки, это как раз тот случай, где не сохранилось вообще ничего. То есть невозможно сделать привязку, потому что это, наверное, одна из самых красивых и одна из самых многострадальных площадей Москвы. Потому что все снесли. И сейчас вообще сложно даже как-то идентифицировать точку, с которой художник в... Это у нас 19-го века, да? Начало 19-го века. С середины, конец 19-го там в основном. Вообще очень сложно даже точку сейчас идентифицировать, сейчас прошло чуть более 100 лет всего. Это любили художники это выписывать, потому что здесь такая фактура была, живая, вот эти типажи, живой такой рынок. А сейчас даже, получается, линии улиц, они немножко раздвинулись, линии площади. Посносили и стену, и другие здания, которые стояли по краям ее. А вот тут уникальная ситуация, когда у нас есть прям четкая привязка. Дом Розумовского на углу с Ильинкой, на котором вообще никаких таких табличек мемориальных нет. К нему не ходят огромные толпы туристов. Это Моросейка. Да, 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 вот Моросейка. Причем дом этот пережил пожар 1612-го года. И есть даже на картине вот первых годов 19-го столетия, когда здесь еще даже и ров был, когда здесь Китай-городская стена была. Да, друзья, получается уникальная ситуация. Сейчас, чтобы Сашу не забил. Вот здесь был ров с крокодилами. Ну, про крокодилов я не знаю, но никто не знает. Вполне возможно, в этом рву действительно были крокодилы, потому что вот тут уже была стена. Здесь была Китай-городская стена, которую снесли. Сейчас от нее там только небольшой... Внизу у Варварки есть небольшой фрагмент. А так это была полноценная большая стена. Ну и, собственно, здесь ров. И привязку мы можем только вот по этому зданию сделать. Удивительно, как за 200 лет поменялась Москва. Это даже мы сейчас точно с этой же точки не можем снять, потому что художник явно писал с пустыря, который был на месте политехнического музея. И здесь такая, ну, по сути, уже замкадье было на начале 19 века. Там чего там? Дачи, Моросейка, Ивановская горка. А город-то он весь там, к Кремлю ближе. Яуза здесь уже близко к кусте. Вот у нас сейчас высотка в Котельниках рядом. Так вот, здесь уже такой загород был. Тем более в конце 18 века, когда Москва там вокруг Кремля нечуть, а здесь такие загородные бани. Здесь уже можно разногишаться и вовсю окунаться после жара с пыла в Яузу непосредственно. Что народ и делал здесь массово в серебрянических банях и вот у храма в Серебряниках. Правда, тут вот непонятно. То ли художник немножко переврал виды цирхрамов, то ли их потом уже в 19 веке так радикально перестроили. По крайней мере, Юсус Твоеда утверждает, что это вот именно в этом месте он писал. Вообще интересная тема. Я часто эту картину видел, но никогда не задумывался, где она была написана. И сейчас, когда смотришь на этих женщин, которые здесь плещутся, обнаженные, а потом на это поле асфальта вообще в голове не укладывается, насколько сильно город поменялся. То есть на месте вот этой вот развязки, на этой многополосной дороге, вот мы сейчас стоим просто посреди такого вот асфальтового моря. Вокруг меня вон повсюду все залито асфальтом. И нету и намека, что здесь могли быть бани, и тем более сложно себе поверить, что кто-то добровольно мог бы нырнуть в Яузу. Вы еще видели, какая там вода? Как можно в Яузу нырять? Да Яуза-то вообще была, да и тогда она как-то особо чистой не была. То есть там земляные берега, мелкая речка, вонючка. У нас восприятие ее изменилось за 20 век, когда очень сильно ее уровень подняли. Да, раньше там был такой ручеек. Ну, такое маленькое, что-то такое местечковое, деревенское. Да, эх, сейчас бы в баню вот здесь вот и нырнуть в Яузу распаренным. Сейчас вид вообще невозможно снять, потому что если раньше здесь был такой уголок дикой природы, Яуза, такая естественная река с крутым заросшим берегом, тут где-то сельское хозяйство, какие-то маленькие домики. А сейчас здесь настоящий город, развязка, постоянный шум от машин. Хотя вот еще 200 лет назад это место выглядело вот так. Да, всего лишь после войны 1912 года здесь, получается, были загородные уже усадьбы с видами на реку, на холме. И, в общем, уже дворня какая-то бегала, крестьянские хозяйства, и абсолютно такая пастораль. Художники любили изображать Кремль вообще, кому как понравится. И у одних он белый, у других абсолютно красный. У кого-то там в красноту уходит даже большой кремлевский дворец, ну, чтобы вот красиво на картине смотрелось. Причем у англичан особенно такой белый Кремль, прям белоснежный-белоснежный. Ну, я не знаю, причем таким он не был, он всегда был с какими-то потеками, с побелкой и белили отдельные башни только. Саврасов был знатный фантазер, потому что, когда он вот писал такую поля на Крымском валу, и Кремль, освещенный солнцем после дождя или непосредственно перед, то он, конечно, немножко нафантазировал. Потому что когда он писал, там уже и храм Христа Спасителя строился, и много чего вокруг. Но это, как это все возможно могло выглядеть еще в 18 веке, когда здесь был брод, поля и всего лишь какой-то небольшой поселок, вот бабий городок. Большой каменный мост в те времена, когда он еще был большим и каменным. К сожалению, ни одной фотографии его нет, потому что в 19 веке уже его переделали. И стоял он немножко поближе сюда, потому что то, что сейчас у нас, это одно название, да еще и мост стоит ближе к Кремлю. А когда он был каменным, на нем еще и до написания картины, еще и лавки были понастроены. И выглядело все как вот мост где-нибудь во Флоренции, с торговлей, с жилыми домиками, что потом все расчистили. Художник писал картину, стоя прямо на мосту, который отходил здесь от ленивки. И у него мы видим, прям тут еще плотная-плотная застройка, нет никаких вот этих сквериков, а башню Кремля еще и белили. И, кстати, обратите внимание на картине, там же даже не российский флаг на Большом Кремлевском дворце, а там штандарт царской семьи, такой золотой. Мост, собственно, вот здесь, здесь был вот по вот этой улице, она прямо выходила на мост. А сейчас, моста нет, то есть вот так вот шел мост. Вот я сейчас стою, предположительно, на той точке, откуда была написана, по крайней мере, фон для картины «Московский дворик», полено вот был написан примерно с этой точки. Но из-за того, что сейчас здесь сквер и выросли прекрасные густые каштаны, которые полностью скрывают весь этот фон, мы подойдем просто поближе, чтобы вы увидели знакомые очертания. Вот, «Московский дворик», знакомый вроде как бы всем, поленовская картина, которая в Третьяковке висит. Хотя, на самом деле, вот тут Поленовск лукавил, он сделал такую реконструкцию, как это могло бы все выглядеть в 18 веке. То есть, да, он взял реальный храм, да, там на заднем плане виден храм Николы в Плотниках, который снесен был, а стоял на Арбате, там, где памятник о Куджаве. И вот где-то здесь тоже, на этой площадке, стояли особняки, такое стародворянское место было, как Поленов нафантазировал, как здесь могла быть построена жизнь еще в конце 18-го, начале 19-го веков, то, что он не застал. А здесь мы видим совершенно уникальное полотно, показывающее нам, как выглядел Тверской бульвар в самом начале 19-го столетия, когда он только-только появился, еще такой прямой, как стрела, обсаженной деревьями, сделанный на петербургский манер. И бульвар, который, ну, по сути, позаимствован был из Парижа, где как раз делали бульвары на месте старых укреплений, так и в Москве сделали вместо стены старой белого города, вот бульварное кольцо, которое опоясывало вместо стены весь город теперь. У нас даже писатель и критик Адаевский разразился длинной статьей по поводу для чего нужны бульвары в Москве, что, мол, наконец-то у нас есть пешеходная зона, где можно ходить спокойно, не боясь попасть под лошадь. Но, тем не менее, мол, бульвары при огромных выделяемых на них средствах содержатся очень плохо, и что бульвары, мол, особенно зимой сметают с них снег, что нельзя делать, обнажают лед, и люди поскальзывают. В общем, вот такой урбанист был в начале 19-го столетия. Читаешь его и понимаешь, что, ну да, песком сыпать перестали, но, по сути, проблемы все те же самые. Кстати, на картине хорошо виден и Страстной монастырь, который сейчас абсолютно не сохранился, он стоял бы где-то вот на Страстной площади, на Непушкинской, и храмы, которые стояли по Страстной площади, также по сторонам Тверской. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно. Это была Москва, это была очень старая Москва, это была Москва помоложе. Мне хочется верить, что вы узнали много нового и не разочаровались, поэтому еще раз ставьте лайк, напишите, как вообще такой формат. Я впервые сравниваю Москву со старыми картинами, никогда этого не делал. Если вам этот формат интересен, мы будем больше чего-то такого делать, поэтому ваши комменты сейчас, как никогда, важны. Также еще раз, ваши лайки, если до сих пор этого не поставили, тоже важны. В описании к ролику ссылка на канал Саши. Любите Москву? Подписывайтесь. И если вы вдруг по какой-то случайности, трагической, я не знаю, что случилось, не подписались на мой канал, срочно исправляйтесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых роликов, а новые ролики, напоминаю, выходят у меня каждый день. Спасибо вам, что смотрите, комментируете, лайкайте. Всех люблю, обнимаю, идите гулять по Москве. Попрощайся, Саша. Это YouTube. Здесь нужно быть бежливым. Я хочу вставить слово, да ты столько говоришь, но когда же он закончит. Так что подписывайтесь на канал. Да, друзья, спасибо, спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok